Дом – наша крепость. Тихая гавань. Хотите свой дом? ЖСК-173 «Ключ». Спонсор программы «Афиша». Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Афиша». Что у нас сегодня? Как всегда, самые интересные, на мой взгляд, события культуры, случившиеся на неделе. Надо сказать, события были разные по значимости, и отношение к ним публики, соответственно, было разное. Например, выставка скульптуры Сергея Мозгового в арт-галерее Щетининых открылась скромненько. И концерт фортепианного дуэта «Гроховский крамор» тоже прошел тихо, хотя музыканты почти с мировым именем. Барнаульский духовой оркестр выступил стандартно, то есть программа интересная, а зал не полу. Премьера в театре – событие «Волнитель». В молодежном театре Алтая, конечно, переживали, но прошло все прекрасно. А уж долгожданный концерт группы «Аквариум» стал большим праздником для барнаульского зрителя. Мы на всех этих мероприятиях побывали, о них и будем рассказывать. И о спонсоре. Строительная фирма «ЖСК-173 Ключ» возводит дома и помогает нам в пропаганде искусства. На взаимовыгодных условиях поможет и вам. Начнем с того, что скульптора в городе раз-два и обчелся. Ну хорошо, еще раз и два. Всего не больше пяти. И около этого есть Сергей Мозговой. Я скульптором его назвать не могу и пусть не обижается. Но он есть. Есть его работы, которые он периодически выставляет. Эта выставка в арт-галерее Щетининых называется «По скрипту» и является частью большого проекта. То есть это не просто выставка. Недавно Мозговой издал художественный альбом, вполне солидный. Там много его работ на разные темы. И вот рассматривая это издание, понимая, что есть два художника, один. Тяготеет к традиционной классической скульптуре, к сложившемуся жанру портрета. Работает с малой формой. Например, серия «Старый город». Реализует какие-то модерновые идеи, декоративные, знаки зодиака. Это любопытно. А второй художник увлекается какой-то фитотерапией. Или, как он сам это называет, корнепластикой. Есть два варианта. Либо это отнести к искусству наивному, или к самодеятельному. Разницы, на первый взгляд, никакой. Но она есть много тонкостей. Но главное, самодеятельный автор стремится к искусству классическому, но не может. А наивный не стремится. У него гармонично. Что хочет, то и может. Мозговой желает вступить в профессиональный творческий союз художников. Вообще-то, последнее время дизайнеры часто используют природные материалы в оформлении интерьеров. Зеленая тема становится модной. И может, Сергей Мозговой на пике, а я все про стандарты высокого искусства рассуждаю. Ничего не понятно. Сначала называли этот концерт джаз и два рояля. Потом оказалось, что это триумф джаза. Валерий Гроховский и Данил Крамер известный фортепианный дуэт. Его серьезного, московского уровня. И, значит, известный в Европе. К нам эти большие мастера приезжают уже не первый раз и встречают их всегда тепло. Выступают они, как правило, в зале Барнаульского музыкального училища. Видимо, только там есть два рояля. Вход в этот раз был через клуб «Зебра». Что создавало вполне непринужденную обстановку. Тут вам и бар, и джаз, все, что нужно. Только вот опять публики было маловато. Недавно я задавался вопросом, есть ли джаз в Барнауле? Сетовал на то, что мало концертов, а публика ждет. И вот тебе на, приезжает хороший джазовый дуэт. А зрителя, скажем, не полный зал. И рекламы вполне хватало. Только не было указано, что вход через клуб «Зебра». А крушить вокруг училища в морозиться было неуютно. Но не мороз же отпугнул публику. И не цена на билет. Кстати, этот концерт был организован при поддержке общественного фонда «Русское исполнительское искусство». Это уже не первый опыт Краевой филармонии. Такого сотрудничества и надо сказать спасибо. Старались ведь. И джаз-то был классный. Не зря французы Крамера зовут солнечным пианистом. Барнаульский духовой оркестр не часто, надо сказать, выступает. Всего раз в месяц. И этого вполне достаточно. Зато каждый месяц оркестр готовит новую программу. Последний концерт был примечательный. Редчайшая программа. Музыка сибирских композиторов. Многих местных композиторов вы знаете. Да нет. В лучшем случае Михаил Стариков. Как-то известен. Остальные только специалистам. Так что познакомиться с творчеством сибирских авторов познавательно. В программу концерта были включены произведения уже упомянутого Михаила Филофьевича Старикова, нашего барнаульского маэстро, уважаемого и почитаемого. Евгения Галкина, доцента кафедры народных инструментов Академии культуры и участника ансамбля «Руснарии». Евгения Гудчина, который давно служит в театре музыкальной комедии, ведет активную концертную деятельность. Александра Чернышева. Ничего не буду о нем говорить. Он зачем-то взял псевдоним Саша Черный. А также новосибирца Владимира Лямкина и местного Евгения Крючкова, который как раз стоял за дирижерским пультом. Крючков – известный музыкант, сочинитель, дирижер, давно и много работающий с разными коллективами нашего города. Добавлю, что исполненные произведения были настолько разные по уровню, что есть вопрос – брали к исполнению все, что нашли, или кто-то отбирал. Особенно песни некоторые вызывали неудержимый восторг. Премьера – это такой финал долгих рассуждений режиссера, творческих стараний актеров и всех технических служб театра. Зритель же видит только актерскую работу, а музыка, костюмы, оформление сцены – это общая картина, создающая представление. В молодежном театре поставили пьесу Эдмона Растан «Сирано де Бержерак». История классическая, многим известна. Вряд ли только ее знает та аудитория, на кого рассчитан спектакль. Режиссер Олег Пермяков, наверное, хотел сделать спектакль зрелищным, современным и таким модненьким. Простебать пресловутую гламурность, снять эту чешую, за которой – настоящее чувство. Но тут или он перемудрил, или мир так изменился, что не торкают чувства в первом акте. Наносная современность с элементами дефиле, с костюмчиками, вначале радует, оживляет историю. Но тут пора говорить, декламировать, буянить и быть на пределе искренности, на грани истерики. Ведь бедняга «Сирано» по-нашему просто комплексует и разрывает его от любви. Талант его выплескивается, а он с носом. Режиссер убрал ему нос, снял с него причину внешнюю. Но оставил характер, и вот диссонанс. И тут появилось новое звучание истории. Иной смысл. Пропала характерная для фарса внешняя наигранность. И появилась глубина отношений. И приходится раздумывать над происходящим. Опять театр учит думать. У меня есть собственное суждение про этот спектакль. Кое-что я сказал. Я призываю посмотреть спектакль. И может вам будет интересен Анатолий Кашкарев в роли «Сирано» или вызовет восторг Антон Кирков, играющий «Крестьяна». Театр, господа, они старались. Здравствуйте! Очень рады, что он вновь до вас дает. Какие могут быть слова? Что можно сказать? Он источает обаяние, и музыка его льется, как свет. Продолжать? Этот восхитительный концерт публика ждала несколько лет. Каждый приезд к группе «Аквариум» и Бориса Гребенщикова событие потрясающее. Запоминается этот день навсегда. Что я могу сказать? Они уехали, но обещали вернуться. Там есть наш человек, Евгений Колбышев. Он постарается. Суть его, связь с ключей. Ты видишь за дверь, но ты снова ничей. Жадишь выражений, пахненья побед. Чем ты запланишь за воду ничей? Я хотел бы опираться в ладах. Я так хотел бы опираться в ладах. Но то мне все кажется, что все было сделано. Субтитры подогнал «Симон» Один из нас песен, другой из нас прав, Прекрасное братство, Достойный монарх с каждый лёд, Совершенно в штанах. Но я хотел бы обираться об лотах, Я так хотел бы обираться об лотах. Но мне всё кажется, что всё это зря. Смешком кефир до великой стены, Идёшь за ним, но ты не видишь в спине Сделишь его, не помнишь лица Забудь начало, ты лишишься конца Я хотел бы обираться о плотах Я так хотел бы обираться о плотах Но мне всё кажется, что всё это в сне Я хотел начать с телевизионного проекта, который Дебров ведёт И как-то прошло в начале, что вы там вроде тоже участвуете Просвет, вот этот проект телевизионный Дело в том, что по поводу просвета всё просто Мы придумали эту идею вместе Но поскольку я человек рабочий и занят на гастролях И на записях, то участвовать в ней физически я не могу Но идеи мы обсуждаем вместе какие-то Но Дима настолько профессиональный, хороший ведущий Что я ему, собственно, не нужен А вы появляетесь там в эфире? Я появлялся там два раза Когда я был в Москве в это время Есть несколько таких привычных штампов журналистов Там легенда рок-н-ролла, там звезда поп-эстрады А вас часто называют гуру, то есть учителем Вам вот эта вот, скажем, миссия? Меня называли моральным уродом, отщепенцем, врагом общества и так далее Меня всем называли Если я буду на всё обращать внимание, у меня и времени не останется, чтобы самому что-то делать Ну а миссия учителя, она вам близка? Нет По самой простой причине Учитель обязан отвечать за своих учеников Поскольку я не вижу своих учеников, как я могу за них отвечать? Скажите, часто ли вам пытаются подсунуть различные диски местных групп, куда вы приезжаете? Потому что у меня вот лежит заготовка Не подсунуть, мне в каждом городе дают по 3-4 Я вам тоже дам одну барнаульскую группу Называется «Письма в Непал» Я думаю, достаточно близкое название Просят, я исполняю Вы отслушиваете? Я послушаю, иногда Не всё, не всё успеваю Ну и недавняя история, наверное, год назад Вы были в Кремле Но я не об этом Значит, к юбилею обычно в нашей стране дают звание Вам ещё не предлагали заслуженного или инородного? Нет, мне ордена вполне хватило Я не претендую на большее А если бы не предлагали? Нет, не предлагали Я думаю, что ни у кого смелости не хватит мне в такую предложение Спасибо С городом Барнаулом, как вам, наверное, известно Не у всех сразу складываются позитивные отношения Поначалу, когда люди к вам приезжают, долго не могут понять, в чём тут дело Многие так уезжают, не поняв Мы не исключали Мы тоже, когда приезжали поначалу Никак не могли понять, в чём вы уже тайны Поняли, что тайны нет Что всё очень хорошо И теперь мы приезжаем к вам с огромным наслаждением И чтобы это подтвердить Попробуем сейчас в цифрографии Импровизированную композицию Додак панический Барнаул АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дамы и господа, город готовится к Новому году. Наше общество «Все потребление» уже настроилось на большие, длинные праздники. Творческие коллективы, конечно же, не отстают. В театрах спектакли для детей. И в драме будет сказка, и в оперете, и в куклах обязательно. Музеи и выставочные залы готовят специальные, новогодние, рождественские вернисажи. А пока в ближайшее время несколько концертов и выставок. Об этом по порядку. К 20-му откроют две выставки в выставочном зале Союза художников, тот самый рождественский вернисаж. А в городском молодежном информационном центре выставка Альфреда Фризина. Еще 20-го в байк-баре концерт любимой барнаульской группы «Другие дяди». Начало в 19.00. А в 19.00 в концертном зале русского камерного оркестра проспект Комсомольский 108А играет Юрий Крикун, известный аккордеонист. А 21-го в театре музыкальной комедии большой концерт великорусского оркестра «Сибирь», посвященный Георгию Сверидову. На 22-го там же в театре музыкальной комедии «Бенефис» Ольги Гавриш. 23-го в 16.00 в клубе «Зебра» последний сейшн 2005 года веселиться будут 8 барнаульских рок-групп. Еще одна полезная информация. Наконец-то в городе открылась театральная касса. Находится она на остановке Докучаева. Называется «Билетик». Полезно это дело – театральная касса. А теперь и кино. Киносеть «Мир» представляет. В кинотеатре «Искра», «Волк-одиночка», «Иллюзия полета» и фильм «Домино». В кинотеатре «Родина», как всегда, много фильмов. «Итальянец», «Крестные отцы», «Оправданная жестокость», «Шесть демонов Эмили Роуз», «Любовь к собакам» обязательно. И фильм Германа-младшего «Карпастух». А на самом большом экране города Барнаула в киноконцертном развлекательном комплексе «Мир» – сенсационный ремейк «Кинг-Конг». Всего доброго, творческих успехов и вдохновеньева. Галерея «Кармин». Собрание произведений искусства, выставки, экскурсии, продажа картин и художественных материалов. Галерея «Кармин». Вход бесплатный. Жизнь, словно дорога, которая пролегла через этот город. Его постоянство в том, что он всегда разный, каждый год, каждую секунду. Он задает ритм нашей жизни. «Такси Мерси» – мы работаем для вас круглый год и каждую секунду. Дом, который станет вашей крепостью и тихой пристанью. Квартира, в которой будете жить вы, ваши дети, а потом и внуки. Она удобна, просторна, комнат хватает на всех, достаточно света и воздуха. Здесь тепло зимой и прохладно летом. Таким вы видите свой будущий дом. Тогда ваш партнер – ЖСК-173 «Ключ». Обращайтесь к нам по адресу. Северо-Власихинский проезд, 66. Телефон 45-57-39. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова